И сегодня в Чебоксарском районе открыли современный комплекс по производству овощей защищенного грунта. Эта продукция должна заместить большую долю поставок из-за рубежа. Импортозамещение – стратегическая задача национального проекта. Какие плоды принесут теплицы пятого поколения? Об этом Дмитрий Ковалев. Урожай свежих овощей круглый год и все благодаря инновационным технологиям. В этом тепличном комплексе за многие процессы отвечает автоматика. Огурцам и томатам необходим капельный полив и питательные смеси. Из-за рубежа сюда доставили и специальную породу шмелей, которые опыляют цветы. Мерли, спламола и тромбанза – так называются томаты. Первый урожай – 400 тонн. С каждого гектара здесь планируют собирать более 80 килограммов. Прямо с грядок на дегустацию. В ближайшее время томаты поступят в продажу. Будут налажены поставки в другие регионы и страны. За год после запуска второй очереди в тепличном комплексе намерены производить свыше 20 тысяч тонн овощей. Сколько у вас одновременно позволяет хранить? У нас холодильник, здесь зона фактировки и упаковки. Холодильник там отдельный, да. Значит, там позволяют хранить 300 тонн. Тепличный комплекс – приоритетный проект. На его строительство направили многомиллиардные суммы. За счет бюджета республики к площадке подвели инженерные сети и дорогу. Глава региона отметил, что с каждым годом сфера АПК становится все более привлекательной для инвесторов. Благодарен руководителям организаций, специалистам, которые по компетенции сегодня, с одной стороны, рискуют, с другой стороны, привлекают новые инновационные проекты. И мы практически, если взять, вот с Ростской Хосбанка развиваем и сельскохозяйственное производство. Прекрасный пример, когда такой союз позволяет материализоваться в прекрасных проектах супертехнологичного предприятия. Со следующего года в стране стартует и новая программа комплексного развития сел. Из федерального бюджета регионам направят многомиллиардные суммы. За последнее время, благодаря проводимой работе, муниципалитеты республики стали комфортнее для жизни. Уровень Чувашим мы оцениваем очень высоко, потому что была проделана большая работа, особенно по здравоохранению. Мы как раз обсудили уровень ФАПов, которые есть сейчас в сельских территориях и школы. Новые задачи ставят и перед производителями. Среди приоритетов, обозначенных главой региона, рост объема экспортных поставок. Наши производители сельхозяйственной продукции, организации пищевой перерабатывающей промышленности, 31 страну мира продают свою продукцию. Еще одной мерой комплексного развития сельской местности должна стать и льготная ипотека для тех, кто проживает за чертой городов. Кредиты с пониженной ставкой банки начнут выдавать с начала следующего года. Ипотека предполагает 25-летний срок поставки до 3% годовых. Более того, регион при возможностях бюджета региона может снизить ставку до 0,1. На наш взгляд, это прекрасная возможность улучшить свои условия. В республике планируют опробировать и проекты комплексной компактной застройки на селе. Опыт региона будет растиражирован на всю страну. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Павел Иритков. Республика.